Бадминтонисты Приморья готовятся выступить на предстоящих седьмых спортивных играх «Дети Азии». Всего на мероприятие отобрано восемь ребят, которые представляют три организации – бадминтонно-спортивный клуб, Краевую спортивную школу Олимпийского резерва и спортивную школу «Луч» Смоленинова. Они проходят третий тренировочный сбор. Тренировки для ребят провели как по месту дислокации, так и на выезде. Состоялся и сбор по общей физической подготовке в Ливадии и на озере Чан. Сейчас спортсмены заканчивают подготовку в трех спортивных залах. Почему три тренировочных мероприятия? Да, действительно, мы проводим по трем направлениям. Это было ОФП поднять нужно, конечно. Это специальная подготовка и специальная предсоревновательная подготовка. Вот как раз предсоревновательная подготовка, она заключается в том, что спортсмены готовятся в таком режиме, что им нужно выйти на старт и показать все, что они могут не только, как они привыкли у себя дома, но и еще с учетом международных соперников. Тренеры надеются на то, что игроки покажут на предстоящих соревнованиях хороший результат. А поможет им во многом тот факт, что состязаться с соперниками они будут на родной земле. Это как нельзя лучше отразиться на физическом и эмоциональном состоянии спортсменов. Проведена огромная работа, тренировки были интенсивные, подключали и ОФП, и специальную физическую подготовку. То есть сборы подходят к концу, и я думаю, что наши ребята подойдут в хорошей форме к этому турниру. Ну и плюс то, что они находятся у себя дома, они привыкли к этому климату. И наконец-то у нас не будет смены часовых поясов, то есть не надо будет привыкать к каким-то другим условиям. Ребята отмечают, что подготовка к соревнованиям была строгой, пришлось приложить немало усилий, чтобы подойти к сегодняшним результатам. Несмотря на то, что спортсменам уже выпадала честь выступать на крупных соревнованиях, многие из них волнуются, ведь предстоящие игры «Дети Азии» – мероприятие международного уровня. Конечно, есть волнение, но у каждого присутствует. Ну и это первые мои международные соревнования.